Здесь это просто рабочая встреча, люди могут задавать вопросы, я пригласил наших лидеров и вообще просто наших партнеров, открыв чат, то есть вы можете задавать вопросы, я буду на эти вопросы, потому что я знаю, отвечать буду. Вот здесь у нас Денис Деркач, здесь у нас Лена Синякова, здесь у нас Валерий, здесь у нас Данч, здесь у нас Леша, Леша, напомнишь свою фамилию, Алексей? Так, Александров, да, Алексей, здесь у нас Алексей Киршин, здесь у нас Владимир Данч, так, Лилия Воронцова, Олег, Олег, я не помню, какая у тебя фамилия, Олег? И два Олега, в общем, у нас здесь. Так, ну поехали. Кулешов, да. Кулешов. Ну, это просто, это такой между собой, это никакая неофициальная встреча, просто, если люди есть вопросы, вы можете в чате задавать вопросы, я на них буду отвечать. И, значит, Алексей Киршин, Леша, повтори свой вопрос, потому что ты начал его мне задавать, я теперь открою эфир, и всем будет интересно на него ответить. Ну, собственно, тут не то, что вопрос, это просто просьба. Да, добрый вечер всем, для тех, кто нас смотрит. Как бы, просто большинство людей интересует по шагам, с чего начинать, то есть регистрация, активация, потому что для многих русскоязычных и людей, которые вообще далекие от интернет-технологий, многие просто вообще не понимают, как там это сделать, как привинтить eBay, Amazon и прочее. Вот надо больше таких вот технических школ, чтобы люди, даже, как говорится, чайник, мог элементарным вещам научиться, как привязать все эти аккаунты, как выставлять товар. Вот, например, у меня сейчас, мне предложили очень эксклюзивные вещи, и я так подумал, почему бы эти вещи действительно не выкладывать на eBay, и здесь очень можно неплохо зарабатывать, ну, речь идет о куклах, я чуть позже покажу, вот, я думаю, я очень даже уверен, что данные куклы, ну, когда вы их увидите, там, я потом выложу фотографии, там, не знаю, где-нибудь в социальной сети, у себя на блоге, вот, в принципе, я так думаю, просто есть люди, которые захотят это покупать, есть люди, которые любят там коллекционировать кукол, вот, ну, понятно, да? Однозначно, давайте мы, Алексей, я понял вопрос, я сразу... Я интересую сейчас вопрос, как загружать товар, свой товар, и вот новичков, именно вот, как загрузить первый продукт, первый там товар, и как прикрутить этот eBay, вот, мало информации, может быть, я просто что-то упустил, хотелось бы изначально, чтобы уже с 15-го числа люди бы, как бы, с официального открытия уже начали спокойно, плодотворно, активно, самостоятельно делать, тогда и структуры будут расти, и команды. Хороший вопрос, ребят, я сейчас покажу экран, и вы сейчас видите мой блокнот? Значит, давайте мы сейчас с самого начала начнем, это тот вопрос, который я хотел бы со всеми прояснить, я сейчас разверну это пошире, как-то. Сейчас мой экран видно, значит, во-первых, у нас, ребят, с вами несколько бизнесов в рамках одного бизнеса. Вот у нас с вами бизнес Infinii, и у нас с вами первое направление бизнеса, у нас есть с вами Springboard, это трамплин, это для новичков, и Springboard составляет, может быть, один-два процента всего бизнеса. Так? На Springboard компания, я сейчас все это покажу, а просто пока теорию дам, разъяснение мухи от котлет отделю. То есть на Springboard есть список товаров, мы сейчас это все посмотрим, товары. Компания его за вас купила, Infinii его купила за вас, купила за вас, у них есть автоматический робот, аналитическая система, который смотрит, какие товары востребованы, какие товары часто покупаются. Компания купила их за сущие копейки в Китае, привезла к себе на склад в Техас, я там был на этом складе, в Техас. И мы можем, просто купив за небольшие эти же деньги в эти товары, мы можем с вами выложить их на платформе Springboard, то есть вы в своем аккаунте их выкладываете, и компания Infinii за вас их размещает на Амазон, она за вас их продает на Амазоне. Вы их у себя в бэк-офисе, если вы открыли счет на Амазоне, вы не видите их, это за вас делает компания. То есть это обучающий такой элемент, что он вам дает. Вы можете там выбрать, скопировать наименование этого товара, например, наименование, посмотреть, почем он продается на Амазоне, то есть это просто обучение, ребят. Но самое интересное, это не просто обучение, вы на нем можете заработать определенное количество денег. Например, стоит какой-то там товар 0,51 доллара, то есть там какие-то массажные перчатки стоят 0,51 цент. Вы берете, скопировали наименование это, и скопировали это наименование, и вставили, например, на сайт Амазон и посмотрели, опа, на Амазоне эти перчатки продаются, средняя цена, например, за 9-89 долларов. Понимаете? То есть вы поэтому взяли и назначили цену уже у себя в бэк-офисе на спрингборде, говорю, о, я могу эту цену поставить. И самое интересное, аналитическая система Infinii советует вам по какой цене продать этот товар. То есть я хочу отделить мухи от котлет, это не торговля на eBay, это не торговля на Амазоне, это за вас, это делает компания. Мы сейчас, я сейчас перейду в бэк-офис Infinii и покажу, где это. Вот вы сейчас видите, вот когда вы заходите к себе в бэк-офис Infinii, сейчас мой экран видно, здесь у вас домашняя страница, продукты, спрингборд, вот он. И вы когда сюда заходите, то у вас здесь несколько закладок, есть обучение, как работает спрингборд. И первое – это отчеты, это отчеты о торговле на спрингборде. Дальше вот список, third-party products, это третьих, ну то есть это продукты для продажи, можно так сказать, которые Infinii здесь предлагает партнерам. То есть здесь у вас, вот если я сюда нажимаю, список товаров, которые Infinii для наших партнеров подготовил. Ну, например, для душа, вот этот для домашнего хозяйства, для ванной, вот этот шнур или какой-то, я не знаю, что это такое, или это просто какой-то шнур, я не знаю, прищепки для волос, все какие-то штуки, лак для ногтей, пилочки для ногтей, смотрите, 51 цент. Что означает вот это зеленое, сейчас объясню, 576 таких пилочек для ногтей купила компания Infiniii. И наши партнеры выкупили уже вот это, то есть зелененько это за это позиции уже закрыто. Мы сейчас полистаем и найдем то, что открыто. Например, зайдем на 184 страницу. Да, вы сейчас с конца начинайте. На 184 странице какой-то вот измельчитель продуктов питания, ручки дверные, тут тоже все занято. То есть заходим на 177 страницу. Бока вот стеклянные. Вот видите, кошелек, например, да? Или, например, бейджик вот такой пластиковый. 3 доллара 6 центов, сколько их тут штук? Тут сейчас написано, вот сколько их штук. Например, какие-то наклейки, какая-то еще что-то, шапки какие-то, набор ключей. Вот кувшин, например. Да, то есть он стоит 4 доллара. Ну, допустим, мы можем скопировать этот кувшин, название. И, допустим, мы можем зайти на сайт Амазон и посмотреть, по какой цене он на Амазоне продается просто. Помните, со временем многие люди челноками работали, в Турции кожаную куртку покупали, в России, в Москве продавали на черкизовском рынке. Вот примерно теперь этот весь черкизовский рынок переехал в интернет. Теперь не надо никуда ездить. Открыли один сайт, открыли второй сайт. Так, я скопировал, вставил и смотрю, что тут есть вообще. Вот видите, такой похожий кувшин такой вот тут стоит 8 доллара стоит. Тут даже такого товара даже нет. Если вы будете первым, то его продавайте. Соответственно, возвращаемся. Вот, здесь закупочная цена 4.02. Хорошо. Может, еще что-нибудь интересно посмотреть. Я считаю, игрушки хорошо продаются там. Удлинители, видишь, это вечный товар. Эти удлинители всяких проводов там. Новогодние товары сейчас нет смысла покупать. Как Новый год закончится, вечный кто не покупает. Так, какие-то еще провода какие-то. Так, например, мыльные пузыри. Мыльные пузыри всегда будут продаваться. 3.34. Так, вот заходим. Посмотрю, сколько эти мыльные пузыри, например, на Амазоне могут стоить. Вставляю на Амазон. 7.99. А вот пистолет аж целых 44 доллара. 7.99. 12 долларов, видите. То есть, 10 долларов. То есть, ну, понятно примерно. То есть, вот 3.34, то есть, тройную прибыль можно поставить. Нажимаю, вот, купить этот продукт. Чтобы вы могли купить этот продукт, сюда на сайт Infinii нужно закинуть небольшие деньги. Если вы хотите на спрингборде именно работать. Именно на спрингборде. У меня есть деньги. Я закинул до этого. Если вы хотите по полной, то открывается формула с заполнением. И можете там 15-20 долларов закинуть. Сейчас мы вернемся, потому что я перешел в платежную страницу. Опять спрингборд. Опять продукты третьи, вот эти. Третья закладка. И мы были на 177-й странице с вами. Перехожу вниз. Вот, и на 177-й странице мы с вами были с мыльными пузырями здесь. Вот они. Я хочу их купить. То есть, деньги у меня уже есть небольшие. У меня на балансе 50 долларов 66 центов. Сколько продуктов таких хочу купить? Допустим, поставлю два. Два продукта такого плана. Так, теперь здесь вопрос. Вы хотите, чтобы Инфиняя отправила это на ваш аккаунт Амазона? Или вы хотите, чтобы Инфиняя за вас это делала? Я хочу, чтобы Инфиняя за меня это делала. Вот нижняя галка. Так. И вот, смотрите, вам Инфиняя говорит, по какой цене можно это продать. 6.38. Ну, давайте 6.99 поставим. Или вы хотите 6.38 поставить? Давайте. То есть, мы видели, там цена 10 долларов есть, да, например. Мы можем и 9 долларов поставить. То есть, я не советую какие-то жирные цены лупить. Вы хотите, чтобы это продалось, поэтому что-то поставьте там реальный. 6.99, допустим, понравился. Вот. И вот итоговая цена. То есть, вот она у нас будет за 2 продукта 7.38. 7.38 спишется с моего баланса. Вот нажимаю сабмин. Все, у меня вот успешно размещен этот товар. Теперь, какие товары, видите, какие товары у меня в моей закладке, что я заказал себе на продаже. Вот, отчет того, что я. Третья, четвертая колоночка. Какие товары я себе заказал здесь. На продажу через Infinii. И вот у меня открылся этот список. Видите, какие-то зажимы для волос я тут выбрал. Металлические обуви, этот, для волос. Резиночку для волос. У нас куклы, дверные ручки, какой-то тут игрушечный набор стрелялки какие-то. Значит, еще какие-то стрелялки. Провода компьютерные. Еще какая-то игрушка. Еще игрушка. Очки какие-то я тут выбрал по доллару 99-90 центов. То есть, вот я навыбирал тут товаров. У меня их тут, как видите, тут даже сколько этих товаров? Два. Тут у меня этих товаров пять. Вот это я считаю очень хороший товар. Например, три набора духов, 7 долларов. Я прогуглил вчера, я на Амазон вчера зашел, 49 долларов этот товар. То есть, мне обошлось это 5 долларов тут. То есть, мне обошлось, я выбрал 5, каждый по 8 долларов. Я выбрал 5, каждый по 8 долларов, да? А продаваться там, это продается на Амазоне аж по 49 долларов. Представляете? То есть, 10, почти 9 раз. Мне кажется, этот товар стоил, 9, 40 не стоил даже. Там большая вообще цена на Амазоне. 249 долларов, я ошибся. 249. Да, 249, там большая вообще цена была. То есть, мне обошелся он по 8 долларов, ребят, вы не поверите. Мне обошелся он по 8 долларов каждый, там плюс доставка туда-сюда, вот эта комиссия Infinii, 8 долларов. А продавать мы его будем по 249. То есть, там 10, 10 красная наценка. То есть, если хотите, посмотрите сами. Вот. Значит, в принципе, вот и все, ребят. Вот вам весь этот спреймборд. Вы сидите, больше вам делать тут нечего. То есть, когда продалось, вы получите на бэк-офис свою комиссию, и вы сможете вывести эти деньги. То есть, это вот в таком ключе. Вот, собственно, и все. То есть, вы мне теперь скажете, а что целый месяц-то делать? Ну, вот заработали вы теперь на своем спреймборде, там, 100, 200, 300 долларов, например, да? А дальше-то что? Так вот, дальше что? Это и есть... Поэтому мы говорим, ребят, этот Infinii и спреймборд, это всего-то 1-2% от всего бизнеса. Что вам надо дальше делать? Вам нужно осваивать шаг ваш номер два. Это освоение торговли схемами вот такими. Значит, eBay. То есть, вы продали на eBay, допустим, купили на Walmart. Я сейчас вам реально это покажу. То есть, вы на eBay открываете счет, рекаунт открываете. Для этих целей вам нужно зайти на eBay.com eBay.com и просто завести себе счет. Если вы живете в России, то вы можете указать российский счет, российский адрес. И продавайте эти товары в России. Если вы хотите продавать в Америке, мой вам совет – зайти на сервис, я могу вам скинуть в чат, и откройте себе адрес в Америке. Адрес в Америке. Вы можете прогуглить, есть бесплатные адреса, есть за деньги, за небольшие деньги, может, 5 долларов в месяц. Вы открываете себе адрес, американский адрес. Вы становитесь как бы, ну, не американским гражданином, но кусочек, кусочек американской родины начинаете иметь уже в интернете. Окей? Значит, я сейчас в чат скину это все. То есть, вы сможете это все посмотреть. Значит, я вам скажу сейчас полезные ссылки, хочу вам скинуть в чат, чтобы вы могли это все скопировать. Я открываю вордовские документы. Вот очень полезные ссылки, которые каждому нужно иметь, кто хочет заниматься реальной интернет-торговлей вместе с нами. Денис, ты мне подскажи, если на YouTube... Да, я сейчас подскажу. В общем, чтобы торговать, вот, например, с Россией, с Украиной, как регистрироваться по американским адресам или нет. Чтобы вообще на eBay зарегистрироваться, нужно указывать адрес по месту прописки. Вот, а чтобы продавать, например, в Америке, вот, например, я зарегистрировался в России, но чтобы продавать в Америке, нужно пройти аттестацию. То есть, набрать 10 фидбэк и продать товары на местном рынке. То есть, ну, 10 плюсиков набрать и продать товары на местном рынке, соответственно, если вы на российском рынке. Вот, то есть, ну, для каждой страны локально по прописке. И тогда уже eBay разрешает торговать на американском рынке. Так, еще раз, давай проясним. То есть, я живу, допустим, в Москве, открываю счет, захожу на eBay, регистрирую свой домашний адрес. А по прописке или как они? Какой они для адрес? Да, по прописке. Именно по прописке. Потому что ты будешь какой-то документ подгружать туда или что? Ну да, по прописке регистрируешься, вот, указываешь адрес. Хорошо, указал адрес. Допустим, я живу в Москве, указал московский адрес. Дальше что мы делаем? Дальше тебе надо продать товар в России. То есть, ну, какой-то товар кому-то продать в России. То есть, чтобы у тебя его купили в России. И поставили 10 фидбэков. Фидбэк – это отзыв. Я слышал такое мнение, то есть, что нам нужны вот эти положительные отзывы, поэтому вы можете разместить там какой-нибудь журнал «Колобок», и ваш сосед по дому у вас же его покупает и самовывозом его забирает. То есть, надо, чтобы была в этом логика, что, допустим, вы живете в Москве, а не было такого, что человек из Норильска у вас самовывозом забрал из Москвы. То есть, должна быть компьютерная логика. И он пускай зайдет и поставит вам плюсик, что он счастлив и подоволен. Это начнет вас поднимать в этом рейтинге. И вот это нужно сделать. И таких вот нужно 10 позитивных отзывов. Денис, и что там дальше? Вот ты начал говорить, что там надо дальше делать. Нужно будет получить отзывы, и тогда можно уже торговать на американском рынке. То есть, именно на своем, по прописке, именно в той стране, где ты находишься, там сделать продажу товара, там получить на своем рынке плюсики, и уже тогда можно выходить на рынок американцев. Отлично. Так, с этим вопросом разобрались. мы обратно переходим в показ, демонстрацию экрана. Сейчас мой экран видно? Да. Сейчас должно быть хорошо видно. Так, значит, со спрингборда мы разобрались. Теперь я захожу обратно в блокнот, и еще раз проговариваем это. То есть, еще раз, чтобы все, 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 все. То есть, у нас с вами отдельно, это спрингборд, это мы поняли уже, это не имеет никакого отношения к вашему счету на Амазоне, к вашему счету на eBay, к вашему счету там, где бы ты ни был. За вас компания просто продает товары. Это спрингборд, это обучение. Спрингборд. Это просто трамплин. По-русски трамплин, как бассейн. Теперь, основная часть, 98% бизнеса, это открытие счетов на eBay, Amazon, это вам понадобится, возможно, открыть, то есть, использовать такие сайты, как Walmart. Walmart мы дешево покупаем. Target. Мы можем купить на этих площадках на Walmart, на таргете товар и продать его на eBay или продать его на Amazon. Вот схема. Для этих целей мы как раз открываем счет на eBay, на Amazon. Я хотел вернуться на шаг назад, почему нужен спрингборд, чем он хорош. Тем, что, например, человек, оплатив лицензию за 50 долларов, может, во-первых, уже начать торговать на спрингборде и заработать, уже уйти в плюс. То есть, допустим, зарабатывает там 100, 200, 300, 400, 500 долларов, он может зарабатывать на спрингборде, вот на этой площадке. Он уже в плюсе, понимаете, то есть, в других сетевых компаниях люди должны купить какую-то баночку с кремом, если они ее не продадут, то они уже в минусе. То здесь, ребят, человек, получив лицензию за 50 долларов, он получает инструмент торговли на спрингборде, который дает ему уже, он приходит в плюс. Дальше он получает обучение, как открывать вот эти все аккаунты на Amazon, на eBay, как это все торговать. И здесь, даже на лицензии в 50 долларов человек может зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц. Так? Мне вообще никого не приглашают. Третье, что он получает, он получает возможность строить структуру, то есть, получает комиссионные от работы сети. Мы сейчас об этом тоже поговорим. То есть, видите, даже за 50 долларов, сколько всего человек получает. То есть, например, я работаю только на спрингборде, то есть, я не открывал ничего, я вот просто никуда. Но я рассказал об этой возможности, например, студенту, который в Бауманке учится, соседу. Этот студент в Бауманке открыл счета на eBay, он начал торговать там на Амазоне, он начал приглашать своих студентов бешеным там потоком к себе структуру. Что получается? Со всех продаж, товарообороты по определенной схеме, вот вы, или это я, например, то есть, вот вы, да? Хотя мы сами не занимались продажей на Амазоне на eBay, вы будете получать коммейшен от всех его продуктов. Я приведу вам пример. У меня... Ребят, микрофон выключите, у кого там просто второе эхо. То есть, приведу пример. У меня, у моей жены есть подруга Лейла, Лейла, а у Лейлы муж, его зовут Стивен. Стивен продает товаров на Амазоне, ежемесячно его доход 30 тысяч долларов. Стивену. Он просто продает товары сам по себе, как менеджер. Он сам вот просто освоил это все. Он продает, они в семью зарабатывают 30 тысяч долларов в месяц. И когда я ему сказал, Стивен, послушай, у нас есть автоматизация, и у нас есть возможность сделать так, что если ты людей своих пригласишь, которые вместе с тобой там уже работают, то ты можешь получать процент со всех торговых операций, которые эти ребята сделали. Он чуть с ума не сошел. Он говорит, слушай, и сразу подключился. И под ним сейчас в общей сложности больше тысячи человек уже в нашей системе. Вот он американец. То есть под ним 1110 человек, что-то типа такого. То есть вот вам пример. То есть он до этого не имел такой источник дохода, вот этот как проценты. Я сейчас хочу, прежде чем мы пойдем дальше, хочу вам показать, что на самом деле дает Infinii. Я об этом никогда не делал семинар, но я хочу вам вот это сейчас показать, объяснить вам. Может быть, это будет вам полезно. Вот смотрите, что на 50 долларов. Мы сейчас с вами это разберем. За 50 долларов человек получает 50 очков. Это 1 доллар 1 очко, да, в системе наших продаж. И что вот это за фи? Что вот это за 3%? Это когда вы себе откроете счет на Амазоне, на eBay и начнете торговать, компания Infinii будет брать 3% с вашего товарооборота. За то, что вы там используете эти знания, используете автоматизацию платформы Infinii, она берет 3%. Это называется процессинг, то есть это набирается комиссия за вот эти проценты торговых операций. В этом бизнес, ребят. Я сейчас уйду опять в блокнот и быстро вам с вами сейчас это проясню, что это такое. Представьте, что вы на eBay выложили товаров на 40 тысяч долларов, список у вас. То есть у вас список, например, там тысяч товаров по 40 долларов. То есть у вас 40 долларов каждый товар, тысяча штук. И представьте, что вы это все продали за месяц. И все продалось у вас за месяц. Представьте, что 3%, что это такое? Это вот 1200 долларов заработает компания Infinii. Вот где деньги, ребят. Не на продажу этих лицензий за 50 долларов, а за то, что вам Infinii дала вот эту систему автоматизации. Я сейчас ее в BackOffice вам покажу, где она находится. Таким образом, если у нас в команде тысячи человек, вот представьте, вот я вам могу показать BackOffice, у меня на сегодняшний день больше 8 тысяч человек уже подключилась к нашу структуру за месяц. Представьте, что сейчас мы всех научим шаг за шагом открывать аккаунты, продавать. И если каждый будет продавать на 40 тысяч долларов в месяц, вот эти 8 тысяч человек, каждый на 40 тысяч долларов продает, зарабатывая по 20 тысяч долларов в месяц, Потому что средняя наценка 30-40-50%. Вот умножьте 8 тысяч на 120, на 1200. То есть, это комиссия Infinii, 1200. И 8 тысяч, это сколько у нас партнеров. Ну вот просто, ребят, просто представьте, что это идеальное общество. Вот и посчитайте, сколько зарабатывает Infinii. 8 тысяч умножаем на 1200. 9 миллионов долларов. Вот где деньги, вот где бизнес, понимаете? А на других пакетах, например, там есть комиссия поменьше, есть комиссия 2,5% и есть комиссия 2%. Давайте сейчас просто обратно вернемся в этот слайд. Теперь вы начинаете понимать, что основной бизнес – это продажа товаров. Основной бизнес – это продажа товаров на Амазоне и на eBay. Сейчас, ребят, я кирпич повешу. Вот. Поехали дальше. Что вы получаете за 50 долларов? Как открыть свой аккаунт на eBay? Вы его открываете. Как выбрать эти товары на eBay и разместить их там, да? Как найти товары, которые продаются, которые пользуются спросом? Как их найти? Вот, пожалуйста, Аверсток, сайт вам, Волмарт. Как создать свой собственный список товаров и разместить его? Как сделать продажу вообще? Как ее управлять? Как обслуживать ваших клиентов? Видите? Как какие-то там ситуации разруливать, да? Как, например, поднимать ваш бизнес, сделать и управлять им? Как его делать более доходным, например, да? Теперь, как открывать счет на Амазоне? Как использовать приложение на Амазоне? То есть, вот у меня в телефоне есть, да? Как сделать первую продажу, да? Как вообще упаковать и отправить этот продукт? Что там нужно сделать? Как сделать? Какие стратегии нужно использовать, чтобы продавать на Амазоне, так? Как вообще больше и больше продавать продуктов, да? Как сделать так, чтобы у вас не было лимитов на продажу на Амазоне? Google. Как открыть аккаунт на Google, вот этой системе продаж в Google? Как разместить там продукты на продажу? Специальные стратегии. Представляете, сколько знаний нас с вами ждет на пакете в 50 долларов. А мы ждем перевод этих материалов. Мы уже потихоньку вам об этом рассказываем. Как я говорю, с 15 января у нас будет много материалов и обучения от компании. На английском языке есть это обучение уже в back-office у вас. Многие люди в России пересмотрели уже и начали уже потихоньку свою команду обучать. И также за 50 долларов вы получаете программный продукт. который это все прикручивает. Вы не можете перескочить, но если вы не освоили вот эти шаги, вы не можете перескочить на пакет в 400 долларов. Это то же самое, как из первого класса в университет перескочить. Вы ничего там не поймете. Поэтому не регистрируйте людей даже на 400 долларов, если у них вот этого нет, они не понимают этого еще, не сделали. Окей? Значит, вот весь бизнес-то где начинается. Так, теперь переходим к следующему слайду. За 149 долларов, что человек получает? Оплата за процессинку, за это компьютерное обслуживание всего 2,5%. Здесь у вас уже продвинуты аналитические системы. То есть сезонность, елки мы будем новогодние продавать, или, например, лак для ногтей. Сейчас со страшной скоростью продается лак для ногтей. Все девушки делают вот этот маникюр совершенно сумасшедший и так далее. Очень трендовый продукт, лак для ногтей. Так? Например, когда выходит новый фильм, вы знаете, что вы можете зарабатывать тысячи долларов просто на том, что продаете эти видеофильмы? Потому что все их покупают, все хотят дома на своих смотреть видеоплощадках. Как это делать? Обучение. Вот тренды. Видите? Аналитические системы, тренды. И вы используете, как используете вот эти программные обеспечения. Его дает Infinii. Вот эта система, она, видите, тут написано, аналитика. 15 января. Вот что нас с вами ждет. Мы уже почти тут приехали. К этой дате. Что еще нас ждет? Как увеличить трафик? Как сделать так, чтобы на ваш магазин, на ваш аккаунт eBay или на Amazon заваливали тысячи людей и у вас все это покупали? Используя Facebook. Как сделать так, чтобы у вас, как обслуживать клиентов, чтобы они пищали от удовольствия? Так? Как вы используете, например, специальные программы для Амазона? Как использовать YouTube, чтобы через YouTube еще делать трафик? Вот Алексей Киршнер куклы хорошие есть. Да, мы можем с тобой, Алексей, разместить эти куклы. А как сделать так, чтобы тебе миллион людей зашел на магазин и все смели у тебя? Вот тебе нужны эти знания, и нужны эти пакеты, и нужна эта автоматизация. Дополнительные платформы, которые тут есть, это Shopify. Это платформа Shopify. WooCommerce. Это еще отдельная платформа. BigCommerce. Это все отдельные платформы. Magento. Это все дополнительные рычаги, которые будут делать так, чтобы вы зарабатываете сотни тысяч долларов в год. И есть специальный магазин. Он появится в первый квартал 2016 года. Это магазин, где вы сможете разместить свои товары. Это будет отдельная торговая площадка. Такая же, как Amazon, как eBay, только на Infinii. Дальше двигаемся. Excel. Жирный пакет за 400 долларов. Я первый месяц жене купил пакет за 400 долларов. Вообще не понимаю, что мы покупаем. Знаете, как это? Корону один. Все же как? Надо сразу большой пакет покупать. Что, я же не пацан, что ли? На самом деле это глупость. Потому что это не нужно. Потому что этих знаний нет еще. И вот, пожалуйста, смотрите. Январь. Вот это вся. Вся вот этот программный продукт на этом пакете. Январь 2015 года. И вот смотрите, что вы на этом пакете получаете. Обслуживание 2%. Вы можете, кстати, здесь на Springboard размещать 60 продуктов в месяц. 60. На других пакетах там 30 и 15. Мы сейчас об этом поговорим. Вы можете размещать товары других продавцов. Видите? И зарабатывать на этом деньги. Вы можете импортировать на Amazon свои собственные товары. Вы можете брендировать свой товар. Например, Леша будет продавать куклы. Он поставил свой лейбл, наклейку, свой бренд. И это будет его кукла. Понимаете? Люди хотят, например, продавать только свои товары. Дальше поехали. Как использовать кэшбэк. То есть, например, есть сайты, на которых вы можете, допустим, когда вы у поставщика покупаете товар за 100 долларов, он вам еще 5 долларов назад покупает, обратный чек вам дает. Как эти стратегии использовать? Например, как вы используете систему скидок для торговли с вашими людьми? Как вы можете отслеживать ваши продажи, то есть, специальные продвинутые технологии управления? Видите, это, ребята, это профессия. Мы еще раз вам говорим, это серьезный бизнес, серьезный инструмент. Это не хайп, не пирамида, не баночки. Это реальная профессия следующего столетия. С учетом того, что Amazon продает на 1,7 триллионов долларов. Так вот, здесь обучение у вас есть в бэк-офисе, и вам компания предоставляет специальные программные продукты. Вот в целом, что вы покупаете за разные деньги. То есть, еще раз, ваш бизнес основной – это Amazon, eBay, и вы профессионал здесь. Так, поехали дальше. Теперь мы возвращаемся на сайт Infinii. Так, это нам понадобится. Мы сейчас возвращаемся на сайт Infinii. И я вам покажу, где лежат все эти инструменты. Вот они. Продукты. Вот домашние страницы, продукты. И вот пакет Prime, это за 50 долларов. Вот здесь обучение. И вот инструменты. Tools. Tools – это инструмент. И вот сайт eBay. И вот сайт eBay, установка с сайта eBay. Я думаю, что сегодня мы, наверное, не будем показывать, как это прикручивать. Сегодня просто вот такой ликбезный вариант. Потому что в общем обозревание сделал. Но я вам покажу кое-что сейчас. Вот я зашел на eBay. Это автоматизация, о чем мы говорили. И здесь есть возможность добавить новый товар. То есть у меня сейчас два товара в списке, которые делают Infinii, отслеживают мои товары. Сейчас вам реально покажу, что это такое. Я вот на eBay, на своем аккаунте, вот Алексея, видите. Я продаю этот лак за 22.29. Видите, цена 22.29. Я этот лак купил на Walmart, сайт Walmart. Это торговая площадка, как поставщик, понимаете. На сайте поставщика сайт Walmart. Сейчас я вам открою, покажу это. Вот Walmart. Сейчас ради прикола зайдем и нажмем, сколько этот лак на Walmart. На Walmart этот лак стоит 7 долларов 44 цента. Видите? Все, что я сделал. Я нашел, что этот лак дешево продается на Walmart. И я нашел, что этот лак дорого продается на eBay. И через автоматизацию Infinii я это здесь поставил. То есть мы запишем отдельный ролик еще раз, как это делать. Это легко. Это 5 минут, честно скажу. 5 минут. Я просто вам говорю о том, что здесь Infinii сама мне считает прибыль. Сама считает, то есть многие моменты за меня делают Infinii. Что руками сделать невозможно. Поэтому и нужен Infinii. И здесь может быть в списке 1000 товаров или 10 тысяч товаров. Понимаете? Робот за меня будет эту работу... Так, теперь я обещал показать, вот у нас партнеры, отчеты, reports, это отчеты, binary, это вид бинары. И вид бинары, вот я просто показывал про числа, что происходит. Алексей, идет фон такой, двойной твой, выключи микрофон все. Сделай правильно. Это у меня, да? Да, да. Сейчас, секунду, я тогда посмотрю, что у меня открыто. А может быть, Валерия? Просто микрофон надо отключить, Валерию. Меня, да? Да, да. Меня? Ребята, отключите все микрофоны, кто здесь пока смотрит. Потом, когда к вопросам подойдем, мы с вами... Сейчас нет фона, Денис? Микрофоны на самом деле. Нет. Ребята, отключите все микрофоны. Все нормально. Ребята, там дети на заднем фоне, отключите микрофоны, ребят. На верху, на закладке у вас микрофончики на самом верху в гугле. Дети, ребят, на заднем фоне, отключите микрофон. Или я просто сейчас... Вот у вас наверху, вот. Дети, ребят, на заднем фоне, отключите микрофон. Я просто сейчас... Ребята, еще раз отключите микрофон, пожалуйста. Все, спасибо. Поехали дальше. Значит, смотрите, дальше поехали. Вот, смотрите, отчеты. И вот здесь вид бинара. И вот я обещал показать, здесь 7691 человек у нас в одном бинаре. И 1919 человек у нас в другом. То есть у того, это сколько, 8-9, почти 10 тысяч. Почти 10 тысяч человек подключилось к нам в проект, в программу в бизнес за месяц. Ребята, мы начали этот бизнес 10 декабря, предстарт. И официальный старт кампании будет 15 января. То есть представьте, какой интерес бешеный вызывает у людей, если 10 тысяч человек, еще никакой толком рекламы, ничего нет, уже 10 тысяч человек зашло. Поэтому, так, возвращаемся теперь к продуктам. Вот у вас обучение, инструменты и вот эта автоматизация. Пожалуйста, вот у вас следующий пакет обучения, инструменты. То есть вот они, все эти моменты. Еще мне задавали люди вопрос по поводу вывода денег. Вот у нас раздел оплаты, Payments. Здесь вы заходите в Payout Settings, настройки выплат. Здесь у вас открывается синяя такая кнопка, нажимаете ее. Здесь открывается у вас анкета. У меня уже все активировано. Здесь у вас открывается анкета. Вы ее заполняете, нажимаете. И вам на почту приходит код, пин-код через 5 минут после того, как вы заполнили на сайте анкету. Вы эту анкету заполняете, пин-код вставляете и входите в систему. Я хочу сразу сказать, что первые выплаты уже производились. То есть, например, за первую неделю я уже от компании получил тут определенные деньги. Вот. Это приход денег. Деньги поступают, допустим, сегодня вы нажали на вывод денег. Через 1-3 дня они у вас уже здесь в back-office, в платежной системе. Вы здесь можете прикрутить свои любые банковские карточки. В банковский счет можете прикрутить. И также отсюда вы вывод денег можете организовать. Обращаю ваше внимание, виза, мастер-карт, если вы вводите деньги через карточку виза, то 5 долларов 50 центов комиссия. Если вы выводите через банк, то 1 доллар. Вот, в принципе, это уже работает. Давайте сейчас дальше перейдем к вопросам. Вот. У меня, кстати, тоже есть кое-что вам интересно еще показать. Но это после того, как мы разберемся с этими вопросами. Так. Денис, там есть какие-то у нас еще вопросы? Может, у наших ребят? Я могу дать вопросы? Ага. Вопрос был именно пошагово, как зарегистрироваться на eBay. Мы сейчас напишем это видео. Я думаю, может, завтра-послезавтра мы это сделаем. Вот. Прям вопросы именно такие, очень-очень простые по инструкциям. Вот. На самом деле, Денис, очень много видео в YouTube. Просто набирайте в YouTube, как открыть аккаунт на eBay. И это даже, это просто, так как eBay это же существующая площада, там много видео. Это просто человеку надо взять, любое видео открыть и посмотреть. Ничего сложного нет. 2 минуты. И по шагам просто пройти и открыть все еще на eBay. Ставить имя, фамилию. Вопрос до следующего плана, просто какой адрес давать. Вот. Ну, сейчас, я думаю, прояснил этот вопрос, что надо регистрироваться именно по прописке. Вот. Дальше делать у себя первую продажу именно в своей стране. Потом уже выходить на рынок. Давай. Тут, может быть, такой вопрос у людей возникнет. Если они живут в какой-то загадочной стране и eBay в этой стране нету, ребят, то для вас компания сейчас готовит пакет инструкций, как продавать на Google, площадке торгового Google, Google Shopping. Вы можете просто… eBay это же одна из площадок, их там сотни. сайт. То есть можно вообще забыть про eBay и продавать на Google. Вот. Там тоже толпа, миллион, миллиарды людей там посещают этот сайт. Так, следующий вопрос. Какой, Денис, у нас? Может быть, еще у кого-то есть вопросы у Алексея, или у Лены, или у Валерии? Так. Алло. Так, Леша Киршин задал вопрос. Алексей, покажи, плиз, как загрузить первый продукт на eBay и прикрутить его, это самое главное, и как привинтить, и как привинтить. Я понял. То есть Леша хочет уже вот эту динамику такую. Давайте я сейчас тогда еще раз покажу. Я еще раз покажу, как прикручивать первый товар, ничего сложного нет. Сейчас перейдем на показ экрана. Так. Мы обратно заходим. Значит, это закрываю. Мне нужно зайти на... Так. Мы с вами заходим на eBay. Ребята, отключите скайп, Денис, отключи, пожалуйста, свой микрофон. Значит, смотрите, ребят, вы хотите... Денис, отключи, пожалуйста, микрофон. Ребят, вас слышно, где есть там шумы все эти шорохи, отключите микрофон. Вы зашли на eBay. Представим, что вы заполнили уже эту анкету. Вот. Я... Она говорит, хочу войти внутрь. Теперь, вас интересует, в принципе, какой товар вы хотите продавать, ребят. То есть, вам надо найти, какой товар вы хотите продавать. Какие товары, в принципе, вы хотите продать? Вы хотите продать товары, которые пользуются спросом. И вы хотите продать товары, которые популярны. То есть, вы не хотите продавать елку новогоднюю, понимаете? Уже Новый год закончится, какие елки, правильно? Есть программа, которая называется Camel Camel, которая позволяет найти дешевый товар. Сайт называется www.camel.com То есть, верблюд, 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 три раза верблюд, точка ком. И... Вот три верблюда. И вы можете найти товары, которые пользуются спросом. Вот здесь есть разный, например, период сейчас, за одну неделю, за один месяц или за три месяца. Она анализирует, какие товары пользуются бешеным спросом. Например, какая-то фигурка какая-то, да? Или, например, какой-то провод. Или вот это бумажное полотенце. Или, например, вот этот компьютер Asus. Видите? 2.30, видите? Или, например, Nikon вот этот, Nikon. Телекомпьютер, этот фотоаппарат. Или, например, вот эта пицца. Печка, которая делает вот эту пиццу. Давайте разместим вот этот товар за 295 долларов. Здесь вы на этом же сайте можете сразу же купить это дело, да? Но вы можете проанализировать, как он пользуется спросом. Если выбрать этот товар, то тут даже график откроется, видите? Например, бешеный всплеск, упала, просадка, опять покупает, опять просадка. И тут видно цена, по которой его даже покупали, продавали. То есть, он когда появился на рынке, его продавали по 480 долларов. То есть, сейчас его покупает средняя цена 295-99. Ну, вот просто. Давайте теперь, что мы сделаем? Посмотрим. На примере этого товара. Скопируем этот товар на именование. И посмотрим, по какой цене люди его покупают на eBay, например. Здесь, внизу, вы можете посмотреть характеристики этого товара. Например, детали этого продукта. И тут вам понадобится вот этот UPS код на будущее. У каждого товара, то есть, производитель. В Америке электронная коммерция настолько сильно развита, что любой производитель в едином реестре квалификации товаров регистрирует свой товар и получает уникальный код. И любой товар по этому коду можно найти. Вот он. В этой спецификации он есть. UPC. Вот он, этот код. UPC. И этот код вы нашли. Просто я покажу, что он тут есть. Теперь, что мы делаем? Мы скопировали название этого товара. И мы хотим понять вообще, по какой цене его продают на eBay. Теперь мы обратно возвращаемся на eBay. И я вставляю его сюда в поиск. И мне интересно, по чем он тут продается. Вот он, этот товар. И мы будем сейчас с вами искать этот товар. Blackstone Ardor Pizza Over. Вот, допустим, я прям при вас это делаю. Я не готовил ничего заранее. И мы сейчас найдем его здесь. Вот видите, на eBay цена. Вот он. Вот он. 445 долларов, ребят. Вы видите? 445 долларов. Все, что вам нужно сделать. Теперь давайте посмотрим. Нажимаем на него. Видите? 445 долларов. Теперь давайте реально посмотрим за какого-то. 505, 380, 403, 378. Видите? 359. И тут, кстати, указывается, на каких сайтах его можно купить. Например, на Overstock за 359 долларов. Да? Где-то бесплатная доставка. Видите? 378, 400. Бесплатная доставка. Видите? Тут интересно. 380. Здесь есть кнопка такая слева. Sold listings. Вот оно внизу. Вот. Видите? Sold listings. Я нажимаю. И я хочу реально посмотреть, за какую цену этот товар продали. И вот я вижу, что этот товар продали 329 долларов. Это реально продали цену. Вот. Нажимаю. И вот видите, проданный. 349 долларов. Он реально продан. И вот здесь еще, видите, 505. То есть, видите, ребята, это рынок. Хорошо. Давайте теперь мы посмотрим, где мы можем с вами купить этот товар. То есть, мы с вами сейчас обратно зайдем на... Мы с вами обратно заходим на Camel Camel. И мы заходим обратно на эту печку, этот... Опять этот товар. Выбрали только что здесь. То есть, мы уже с вами увидели, что есть цена, например, на eBay за 300 аж с лишним долларов. Теперь, мы можем взять эту цену и посмотреть, например, по какой цене он продается на... Где мы его хотим купить? На Target или на Walmart? Где мы его хотим купить сами подешевле? Может быть, вам сейчас это кажется достаточно сложно, ребят, но это не сложно. Это так же, как вы... Где вы продаете... Вы куртки принимаете, где вы покупаете куртки. Значит, в Турции купили, в Москве продали. Вам нужно куртки найти, да? То есть, как вариант сейчас. Так, заходим, например, на Walmart. Смотрим, на Walmart есть такой товар или нет. Есть, ребят, целая стратегия, как найти товар подешевле. На самом деле, это целое обучение. Сейчас пытаюсь вам сходу быстро что-то найти, быстро такое решение найти, да? То есть, с вами вместе сижу и занимаюсь. Много разных таких штук. Такого продукта тут сейчас нету. Сейчас мне надо поточнее код этот скопировать, чтобы точно код найти. Так, сейчас заходим обратно на Camel Camel сейчас. Вот, скопируем его, как вот он тут есть. И попробуем его найти. То есть, тут такого продукта я вообще не вижу. Хорошо, если мы заходим на другой сайт, на Target, например. Или на Overstock, наверное, давайте зайдем на Overstock. Это все миллиардные сайты, ребята. Это все... Вот, смотрите, я нашел этот на Overstock. Вот, раньше цена была 449, сейчас, например, на Overstock 359. Ну, будем считать, что этот товар, допустим... Ребят, отдельно надо смотреть, как находить товары дешево. Это целая стратегия есть. То есть, я просто не пытаюсь сейчас за один час научить вас всему, да? Это, ну, неправильно. Я просто будем представлять, что мы хотим этот товар разместить теперь на eBay. То есть, это изначально был вопрос Алексея. Как разместить этот товар на eBay? На свой аккаунт. Значит, теперь я захожу на свой аккаунт. И вот здесь наверху есть у нас с вами кнопка продать. Вот, sell. Продать. У меня на английском языке этот сайт, я думаю, что eBay на русский язык переводится. Продать. Нажимаете продать. И у вас открываются две кнопки. Продать вы хотите сами или продать за меня. Я хочу, я хочу продать сам. Потому что, когда это будут за меня делать, то, значит, все деньги заберут. Так. Теперь я вставляю сюда товар, который я хочу продать. Помните, я на Camel Camel нашел этот товар и вставляю сюда. Она мне говорит, какая категория. Она мне говорит, что дом, сад, огород, значит, готовка пищи на свежем воздухе. Я создаю. Да. Создать. Создать этот продукт. Все. Разместить его. Все. eBay обрабатывает эту штуку. Вот она у меня теперь спрашивает. Какое состояние? Новое или старое? Я пишу новое. Здесь описание. Видите? Она меня спрашивает, добавить фотографии. Значит, мне нужно добавить фотографии сюда. У меня фотографии нету. Поэтому я захожу обратно на этот, на сайт, например, где мы там были, Camel Camel. Сейчас. Или вот фотография у нас, да. Я нажимаю эту фотографию. И я ее сохраняю. Копирую этот имидж. Видите? Или save. Сохранить этот имидж. В закладку, в закладку компьютера. Все. Она у меня сохранена. Мы обратно возвращаемся с вами на eBay. И нажимаю кнопку добавить фото. Тут все интуитивно, ребят. Ничего тут нет. Вы это все делаете в миллион раз. А у меня в закладке загрузка фотографии этой штуки. Я сохраняю. И вот она у меня появляется на профиле eBay. Видите? И теперь вы можете много так фотографий сделать. То есть, вы можете вот следующую фотографию так сделать, например. Чем больше фотографий вы разместите, тем лучше. Видите? Под разными углами, да. То есть, люди хотят видеть фотографии. То есть, допустим, вот я могу это скопировать тоже. Вы можете еще вот это. Сейчас. Следующую фотографию можете еще так же скопировать. Вы это все умеете делать лучше меня. Вот она внизу. Теперь обратно заходим на eBay. Добавляем еще вот эти две фотографии. Вот они у нас. Сейчас мы перезагрузим. Должно появиться. Вот добавить. Еще раз добавить. Теперь нам нужно добавить сюда спецификацию. Описание этого продукта. Детали, да. То есть, где вы берете детали. То есть, мы, допустим, приняли решение, что мы продаем этот, покупаем этот товар на оверстоке. Так, сейчас это скрываем. На сайте оверсток, да. И вот тут должно быть описание этого продукта. Вот видите, спецификация и детали. Вы копируете. Вы копируете. Вставляете. Вот. Так, дальше. Вот видите, здесь, например, тип. Видите, вы можете все это, все это, все это вставлять здесь. Тип. eBay на русском языке. Поэтому вы вставляете, какой тип этого товара. Там. Газовый, не газовый. И так далее, и так далее. Электрический. Видите, она вам все подсказывает, это все сделает. Газ, дерево, доски. Вот натуральный газ. И так далее. Вы можете зайти здесь на... Вот видите, здесь у вас описание. Вот она, спецификация. Сталь. Вот это все. Вот оно у вас тут все это есть. Возможно, тут даже языки разные есть. Вот мы сейчас сюда обратно заходим, и это все... Я такую сложную, сложную позицию такую взял, вы не переживайте. То есть, на самом деле. Так, давайте надо смотреть, что у нас тогда. Давайте доделаем уже по уму нормально. Какой тип это у нас? Какой это у нас тип? Тип... Тип у нас газовый, да? Хорошо, сделаем так и будет. Тип. Это вообще... Так, сейчас... Пишем у нас какие-то варианты есть. Так. Сейчас, не знаю, что с этим делать. Сейчас посмотрим электри... Зажигание электрическое, портативное, газ, пропан... Короче, у меня терпения не хватает, это... Поэтому вниз сюда вставлю. Но по уму потом это надо по-другому делать. Вставлять в каждую ячейку. И все, вот люди откроют и будут эту таблицу там смотреть. Короче, так дальше все это считаем. Вставили. Теперь, в какой формат у вас? Вы хотите по фиксированной цене продавать или вы хотите продавать это по аукционной цене, торговаться там? Вот. Я хочу по фиксированной цене. Всю эту спецификацию я загнал в таблицу. Не лень там сейчас сидеть разбираться. Я имею в виду, чтобы вас не задерживать цены. По какой цене мы будем это продавать? Давайте поставим 499 долларов. Количество одно, продолжительность 30 дней. Перевыставить этот товар на следующие 30 дней. И все, я нажал Enter. И вот у меня этот товар разместился в моем профиле на eBay. То есть, ничего сложного такого особенного я не сделал. То есть, что я хотел вам показать? Вам нужно найти товар, который вы хотите продавать. Понимаете? И тут возникает вопрос. Сейчас я хочу блокнот нарисовать. объяснить, зачем вам нужна Infineia по большому счету. Infineia нужен вот для чего. В данном случае я взял этот товар на сайте Overstock. Я зашел как к поставщику. Называется сайт Overstock. Огромный сайт. И нашел эту печку там. И выставил его на продажу за 399 долларов на eBay. То есть, я знаю, что я его могу купить на Overstock. Допустим, за 329 долларов. Так? А продаю я его на eBay. Так вот, что может произойти в какую-то минуту? У вас здесь клиент купил. То есть, здесь вот вы. Вот тут Алексей, я. Представьте картину маслом. Мне человек на eBay оплатил этот товар. Деньги ко мне пришли. И я должен эти деньги отправить сюда. И не вкладываю, ребят. Вы видели, я просто картинку разместил. Но представьте картину маслом. Человек мне прислал деньги. А товара на Overstock больше нет. И что мне делать? Я получил деньги. А товар я не знаю, где брать. Приходится возвращать человеку деньги. Так? Мой рейтинг падает. То есть, второй раз ко мне человек не придет. Это очень опасная ситуация. Поэтому вам нужно иметь автоматизацию системы. Например, когда Infinii за вас этот процесс отслеживает. Она говорит, а, Алексей, робот Infinii отслеживает, что ты можешь это купить на Overstock, а продать на eBay. Все, мы эту привязку запомнили. И Infinii отслеживает это теперь. Если тут продукт исчез, она автоматом его убирает отсюда. Мы больше его не будем продавать на eBay. Понимаете? Все. Мы на eBay его больше не будем продавать. Мы не хотим оказаться в ситуации, что нам деньги прислали, а мы не знаем где взять товар. То есть, вот для чего вам нужна Infinii. И за это она берет, соответственно, на пакете в 50 долларов она берет 3%. На пакете за 400 долларов она берет у вас 2%. На пакете 150 долларов она у вас берет 2,5%. То есть, ребята, это вначале кажется может быть что-то сложное, но ничего сложного нет. Вы научитесь, вы сможете это все делать автоматически. И вот я хотел показать еще, что вы можете зайти обратно в свой профиль и посмотреть, что вы тут продаете вообще в целом на своем аккаунте на eBay. То есть, вы можете зайти в свой профиль и посмотреть, что вы тут продаете. Так, сейчас. Здесь, кстати, настройки аккаунта есть еще всякие. Вы сюда прикручиваете свой PayPal. Вы сюда многие вещи прикручиваете. Ну, в принципе, вот моя активность. Значит, активность, что я тут продаю. Вот тут ваши активности, купоны. То есть, это все на русском на eBay. Вы можете посидеть, почитать все. Ничего сложного нет. Один раз прочитать, все понятно станет. Так. Ладно. Возвращаемся обратно теперь к Infinii. Таким образом, вот здесь вот есть продукты. И здесь есть обучение, ребят. То, что я вам сейчас вот здесь делал, на самом деле на английском языке здесь все вот эти видео по минуте расписаны по полкам. Как, например, создать аккаунт. Как открыть PayPal. Как разместить товары на eBay. Как руками разместить первый товар. Как сделать первую продажу. Как обслуживать клиента. Как продать свой продукт. Как его сделать, как, как бы оценить, как он нужен, не нужен, продавать или не продавать. Как увеличить количество продаж. Вот это все. Видео на эту тему, они все будут на русском языке, ребят. Вот, три минуты. Видите? Вот видосы. То есть, поэтому, теперь тут на разные темы эти видео. Видите? Amazon, Bonanza, Springboard. Вот. То есть, тут очень много материалов, которые тут есть. Это целая, целая индустрия, ребят. То есть, мы просто вам говорим о том, что вот на платформе DS Domination, то на чем раньше вот зарабатывала Infinii, да? То есть, как предыдущие вот. Люди заработали на этих знаниях 400 миллионов долларов, ребят. Это огромная индустрия. Если вы знаете, как это делать, если вы имеете списки там, то для вас это не будет составлять никакого труда. Это войдет в вашу какую-то обычную ежедневную работу. Вот. Так, но возвращаемся теперь на... Так, это сворачиваем. Возможно, вам это показалось сложно и никого не пугает, а на самом деле ничего сложного нет. Первый раз проделайте, поймете, потом будет уже так. Вот. Это не ядерная физика, поверьте мне. Так, есть ли какие-то сейчас еще вопросы, которые можем разобрать? Значит, Леша задал вопрос, как разместить это на Infinii. Я сейчас увидел, что я эту часть не ответил. Значит, первый товар вы должны руками разместить сами на eBay. Первый товар сами на eBay размещаете. А потом уже из офиса Infinii вы сможете это легко уже сделать. Я сейчас вам покажу, как это сделать из офиса Infinii. Так. У него окна открыта сейчас. Алексей, я думаю, надо сейчас показать, как делать с офиса Infinii и уже резюмировать сегодняшнюю встречу, закругляться. Хорошо. Вот смотрите, офис Infinii. Значит, вот продукты. Сейчас я покажу экран. Вот продукты. Заходим в продукты. Прайм, eBay. Заходим на eBay теперь. Первый продукт, ребята, вы делаете руками. Все остальное вы уже делаете сами. Значит, здесь сначала у вас есть еще, вам нужно настроить сначала, прикрутить свой eBay к вашему Infinii. То есть, продукты. И вот здесь settings. eBay settings. И вот тут открывается анкета. И вы тут пишете ваше имя, на ваше имя в eBay. Вот у меня Fomius 6. Так назвал такой у меня именно профиль на eBay. Заполняете вот эту анкету. Например, вы хотите, чтобы вам прибыль калькулировалась с учетом возвратных комиссий. Кэшбэк – это обратный бонус. Например, купил топливо на 40 литров топлива, купил – литр в подарок. То есть, есть сайты, где тебе вот этот бонус возвращают. Мы говорим, нет. Нам надо в лоб цену, значит, комиссию считать. Что такое buy box? Buy box – это период 90 дней. У вас временный аккаунт. Не временный, а он неполный, неполноценный аккаунт, ограниченный. И поэтому вы пишите здесь нет, что вы считаете, что выйти за рамки вот этого ограничения. Дальше пишите нет, нет, да? Здесь PayPal fees вы ничего не меняете. Здесь как бы от нуля до трех тысяч, от трех тысяч до десяти тысяч. Но вы пишите до трех тысяч. У вас нет еще товаров там на три тысячи долларов. Вы только начинаете. Поэтому 2,9%. Значит, какой аккаунт у вас PayPal прикручен здесь? Куда комиссионные ваши заходят? Не комиссионные, а деньги за товар. Вы прикручиваете сюда эти данные. Вы ставите здесь PayPal fees. Это вы ничего не меняете здесь. И вот здесь вы вставляете свой почтовый код – индекс. А вот здесь вот вы вставляете индекс вас как продавца с того аккаунта, который вы сделали на eBay. То есть, если вы пишете российский адрес, значит, российский индекс ставите. Где вы находитесь? Так. Теперь, сколько товар будет находиться на продаже? 3-4 дня. У нас на какой период вы размещаете этот товар в магазине, допустим, на 30 дней или на 10 дней или на 5 дней. И до какого количества вы хотите этот товар, чтобы у вас после продажи он у вас обновлялся. У вас один продукт, один купили, у вас компания, то есть, Infineia покажет, что у вас еще есть три в наличии. Вы сохраняете эти все штуки, настройки. И после этого у вас аккаунт прикручен. Все. Вот это означает, что аккаунт прикручен. Теперь вы заходите в Prime, eBay, и вы теперь хотите создать новый список товаров на продажу. Вы выбираете магазин, где вы хотите его продавать. Вы можете продавать товары. То есть, вы выбираете товар, где вы хотите его купить. Где вы его покупаете, ребята? Где вы его покупаете? Вы его, допустим, покупаете на Overstock или на Walmart или на WF. Видите, тут много магазинов. Видите? Вы, кстати, можете по всем этим ссылкам зайти и посмотреть все эти сайты. И открыть себе там аккаунты. Вот Overstock, Amazon, Walmart, Wayfair, HoneyNeedy, Needle. Я даже не видел этот сайт еще. Академ Спортс. Допустим, мы нашли вот эту штуку на Overstock, печку вот эту. Вставляете URL продукта, адрес этого продукта. Вот URL этого продукта. Вот он. Наверху, видите? Я на Overstock его нашел. Копирую. Вот сверху я копирую адрес этого продукта. На этом сайте. Теперь сюда вставляю этот URL. Так. Теперь какой вид, как выглядит будет ваша, допустим, вот вид вашего объявления. Вот в таком виде. Выбираю. Чик. Пишу создать этот список. Вот она мне пишет, смотри. То есть она мне выдает черная печка, ключевые слова. Ключевые слова. Ключевые слова. Теперь я вставляю вот эту. Копирую. Вставляю ключевые слова. И она мне выдает, какая категория, с какой категории этого товара, с какой категории. Например, бизнес, индустриал, рестораны, кухня. Нам это не подходит. Например, вот, например, дом, сад, огород, домашний спорт. Вот, 79 тысяч. Ну, вот, не знаю, здесь печки и вот здесь 181 тысяча запросов. Мне это нравится. 181 тысяча запросов. Подходит. Вот, выбираем эту категорию. Теперь в ней есть подкатегория. Подкатегория, в этой категории есть тут, например, телефоны, книжки, адреса, готовка, кукинг. Сейчас найдем. Вот, сад, огород, дом. И, например, она здесь, значит, разный китчен, дайнинг. И вот она мне разные тут выдает вот эти штуки. Домашние инструменты. Ну, не знаю, вы выбираете категорию просто. Разные категории выбираете. И вот она, вы выбираете категорию, категорию, категорию. Тут уже… Алексей, давай мы сделаем следующим вот эту школу уже, как это делать. То есть сейчас информации на сегодня, в принципе, достаточно. Будем просто каждый день, как мы планировали все проводить это дело. Давай сейчас доделаем быстро, чтобы закончить цикл. Ага. Ну, допустим, ребят, здесь вы выбираете под категорию, я не знаю, там, сейчас мы… Здесь просто категорию вы выбираете, к чему это относится. Так? Ну, вот просто, я не знаю, там… Здесь видите всякие сковородки, я не знаю, там, какие-то… много-много, в общем, выбираете эту категорию. Дальше выставляете здесь ваш PayPal. Какая цель, какую профиль вы хотите, прибыль вы хотите получить, например. Вы хотите получить проценты или наценку? Вот, допустим, она мне выдает минимальную цену, за которую я должен разместить этот товар, 438 долларов. Если я хочу, например, получить 10%, да, наценку, то есть, вообще надо выбирать товар, мне кажется, где-то, чтобы вы могли зарабатывать хотя бы 10% там комиссии или там 15, ну, 23% надо выставлять. Но если вы хотите 23%, то вы должны продать эту штуку за 534 доллара, что нереально. Вот, там вы видели, что цена там… Давайте, допустим, вот, допустим, 10%, 480 долларов. Кэшбэк вы пишите ноль. И вот здесь вот просто шиппинг. Вы пишите шиппинг ноль. Ну, то есть, вы выбираете доставку, вы на самом деле сами выбираете, вы эту доставку хотите сделать бесплатно или за деньги. Вы видите? Видите? Она сама подцепила систему Infinii, уже фотографии разместила. То есть, если я в первом разе сам все это вкопировал первый раз, да, то здесь она сама за меня уже все подцепила эти фотографии. Автоматизация Infinii, видите? Вы можете указать доставку и так далее. То есть, здесь информация о продукте вы вставляете, описание этого продукта. Видите? Она уже сама подцепила описание этого продукта, всё за вас уже сделала. автоматизация Infinii. По большому счету вы выбираете фотографию, какая будет на главной вашей галереи. И в принципе вы нажимаете и вы нажимаете Next. И здесь она вам по шагам все это двигаетесь. И выбираете, что вот просмотр, вот видите, просмотр. И в принципе все, и ваш товар сейчас будет уже на продаже. Если я нажму Submit, она у меня уйдет с продажи. Ну или ошибку выдаст, потому что я какую-то тут... Нет, все, она у меня выдала Prime. То есть ничего сложного, ребята, вы один раз это проделали. И если я теперь вернусь в свой список товаров, вот Prime, Ebay, то она у меня... Она у меня в списке этих товаров. Вот, видите? Вот я продаю эту штуку здесь. 480 долларов. Видите? Она у меня уже попала в продажу. И она у меня привязана уже с Overstock. Вот за 480 долларов я ее там продаю. То есть один раз, если вы это проделаете, то все станет понятно. То есть... Так, ну надо мне... На самом деле, ребят, советую вам от балды это не делать. То есть как бы вы, если это делаете, то с сознанием дело, да, чтобы вы... Потому что если где-то что-то не такая наценка, где-то что-то вы не написали про доставку, то если у вас это купят, это может вам... Ну... На вас повлиять. Я хочу это удалить. То есть все, у меня уже этот товар, я его удалил отсюда. То есть я не хочу продавать, чтобы контролировать процесс. Мне нужно зайти в настройки. У меня... Ну, в общем, поняли, да? То есть сейчас мы это будем... Я там с вами закончу, я зайду и поудаляю это все. Я просто вам такой обзор сделал, что это все реально... Все это реально можно делать, это все настроить, это не выше математики. Это первый раз может показаться как-то что-то непонятное. Вот. Когда это много раз проделать, вы поймете, что это все элементарно. Так. Значит, в принципе, может быть, это чуть-чуть технически такой был, как бы ликбез. На самом деле, всему будем учиться, все моменты будем прояснять. Есть ли какие-то еще вопросы, которые сейчас надо осветить, ребят? Да, Алексей, правильно. Мы товары отмониторили, мы выбрали товар, по которому нам хочется продать. Мы видим, что на нем можем сделать наценку. Разместили картинку, нам выкупать его не надо, картинка сидит, продается. Да. Значит, Актомак задал вопрос, если покупатель мой товар купит, я должна выкупить товар, а потом отправить покупателю. Актомак, ты получаешь деньги от клиента, у тебя уже есть деньги. Ты деньги получила, и берешь на эти деньги, и эти деньги как бы берешь, и отправляешь. Но тут есть один момент. Если ты недавно открыла себе счет на Paypal, то, потому что на eBay у тебя счет Paypal прикручен. Paypal замораживает твои деньги там несколько дней, 3-4 дня. А у тебя, у тебя по обязательствам товар ты должна продать, в течение, ты должна отправить товар клиенту в течение 3-4 дней. То есть тебе нужны деньги, чтобы купить этот товар. И получается, что тебе вроде как заплатили деньги, но они заморожены. И поэтому тебе имеет смысл иметь свои собственные деньги, купить за свои, отправить товар клиенту, и через 3 дня Paypal тебе освободит твои деньги. Поэтому не размещайте дорогие товары в самом начале. И это произойдет в самом начале только, когда вы поднимаете свой рейтинг. То есть у вас дойдет до того, что вы сможете, например, 50 тысяч долларов в неделю спокойно вращать эти деньги, потому что вы будете уже продвинутым продавцом. У вас не будет этого ограничения. Это только в начале. Так. Так. На самом деле я показал только что, что к Infinii вы можете прикручивать несколько сайтов. Видишь, я выбрал Overstock и eBay. Вы можете выбрать Walmart, eBay, Amazon, eBay. Там много схем. Ребят, много схем. Есть тут чем заниматься. Посидите, попробуйте. Вы на самом деле начните вот с чего. Мой совет вам. Я напишу в чате здесь. Поиграйтесь, пожалуйста, с этим сайтом. camel.com Посмотрите вообще статистику продуктов. Переведите через Google этот сайт и посмотрите, что там вообще есть. Чтобы вы просто поняли, какие товары продаются, с какой наценкой, как цены меняются. Вы в рынке электронной коммерции чтобы чуть-чуть начали приближаться к этому. На самом деле, ребят, будем делать пошаговые ролики. Это может быть за один момент. Это очень как бы тяжело все это переварить. Потому что вам надо же это смотреть и повторять. Как я у себя дома делал. Я два компьютера открываю и на одном я смотрю, нажимаю на паузу, на втором я делаю. На одном смотрю, на втором я делаю. Это очень легко тогда. То есть я не иду дальше. Сделал паузу, сделал паузу, сделал паузу, сделал паузу. А, ну понятно. И все. Так. Да, я нахожусь в Америке, у меня нет русского Эбэя. То есть у вас есть русский Эбэя. Вы там наверняка сможете свои моменты посмотреть. Вот. Так, тут вопрос. Ух ты, сколько вопросов тут. Да. У меня жена, там дня 4 назад телескоп, я читаю вопрос, смог ли я какие-то товары продать. У меня жена разместила на Эбэе 4 или 5 дней назад телескоп и вот продала телескоп. У нас все, там было 4 или 5 товаров, вот телескоп она продала. Вот. То есть на самом деле мы продали. Прямо вот все, посмотрели видео и все, как там они сказали, сделали и у нас купили телескоп. Вот. Ну хорошо, Денис, тогда что, мы на этом загрубляемся? Вынос мозга полный, да? То есть я надеюсь, что чуть-чуть ребятам понятно стало вообще, что это к чему. Вообще прокомментируйте, ребят, что вот Алексей... У нас была такая, как ответы на вопросы, она прошла отлично. Вот. То, что ты сейчас показал, кто-то уже видел, кто-то для кого-то это будет именно очень хорошая подспорья к делу. Вот. И, как говорится, повторение мать учения, да? То есть надо начинать делать потихонечку, потихонечку. Ждем все 15-го числа. Ждем приводов. Вот. Опять же, очень будем рады видеть тебя уже в офисе компании в Хьюстоне. Вот. Оттуда ждем новостей. Да, я хотел вам в качестве заключения тогда сегодняшнего семинара хотел показать короткое видео, очень интересное, думаю, вам оно понравится. Значит, сейчас, секунду. Сейчас я открываю его, ребят, я думаю, вам оно очень понравится. Так. Спасибо. 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 Я вам его в чат скинул. И вот здесь сейчас покажу. Мне очень нравится. Это обнадеживающе такое видео по поводу, что нам надо с вами поднимать нашу компетентность. У меня не всегда так хорошо получалось. Мне пришлось многому научиться. Мне пришлось практиковаться. Практиковаться и практиковаться. Пока однажды моя мечта не сбылась. Конечно, было нелегко. Но это того стоило. Ну да, ну то есть как, ребят, без труда не выловим рыбку, без труда, то есть поэтому все нормально, а есть куда стремиться. Ну что, тогда закругляемся. Будем каждый день сейчас проводить какие-то такие моменты, будем все больше и больше врубаться в эту всю систему. Есть ли еще какие-то моменты, которые надо быстро ответить или закругляемся? Потому что завтра, еще раз, я завтра улетаю в Хьюстон и оттуда уже будем вещать по всем вопросам. И вполне возможно, мы сделаем рано утром, там часов в 9 утра по Москве, мы сделаем, если у меня будут горячие новости до моей поездки, то я сделаю на 9 утра. Я сегодня в течение двух часов проясню планы и возможно на 9 утра сделаем какую-то предварительную встречу, пока я там буду в самолетах летать, что-то важное мы вам расскажем. Еще хотел напомнить, что у нас действует бонусная программа. Ребят, я не знаю, все ли это поняли или нет, помимо компенсационных комиссий, которые вы здесь получаете, у вас дополнительно открылось два вида бонуса. Я сейчас быстро вам покажу экран, потому что походу, что не все это поняли. Я сейчас хочу заострить на это внимание. Вот, вы видите сейчас мой экран. Значит, у нас два бонуса. У нас два бонуса. Здесь открылось дополнительных. Здесь, значит, в течение 30 дней, если вы сами спонсируете людей, вы являетесь спонсором, допустим, вы подключили 4 человек по 50 долларов, вы получили в команде 200 очков, вы получаете дополнительный бонус 50 долларов. Если вы, например, сделали, подключили 8 человек по 50 долларов, да, на лицензии, кто хочет работать вместе с вами, вы получаете дополнительный бонус 100 долларов. Если вот за календарный месяц каким-то образом у вас делалось 1600 очков, то вы получаете 400 долларов бонус. Дальше поехали. Это за 30 календарных дней, за первые 30 дней, ребят. Поэтому ваши люди, которые только подключили, советую шевелиться, если хотите зарабатывать большие деньги. Дальше, товарооборот, вы и ваша команда, то есть это персонально приглашенные люди, вы плюс ваша команда. То есть вы пригласили Васю и Петю. Допустим, я пригласил Жанну, я пригласил Свету. Если я и Жанна и Света, мы вместе делаем подключение новых людей, и мы таким образом сделали товарооборот 2,5 тысячи долларов, то компания мне, допустим, пришлет комиссию еще 250 долларов. То есть если вы как спонсор сделали, например, со своей командой товарооборот 10 тысяч долларов, это без переливов, ребят, это не переливы, это вы и ваша команда, это не те баллы, которые вам достались от спонсора. Это вы и ваша команда, допустим, 10 тысяч очков, то вот вам, пожалуйста, еще дополнительный бонус 1000 долларов. То есть если вы за первый месяц сделали 30 тысяч очков, то вот вам 3000 долларов бонус. То есть это сделается для того, чтобы люди до статуса директора имели больше денег. Ну вот на этой позитивной ноте я хочу закончить, чтобы мы знали, чем заниматься активно сейчас. Вот такие дела. Ну хорошо, ребят, спасибо, если больше пока, чтобы вас дольше не задержали, что много информации за сегодня, поиграйтесь на сайтах на Walmart, на Target, на Overstock, на Camel, Camel, Camel. Просто пошарьтесь там, посмотрите, попереводите, что там есть в первом приближении, посмотрите, как это работает. Вот. Ну все, ребят, спасибо вам большое за внимание. Я в чатах скину информацию о наших дальнейших мероприятиях. Спасибо. Спасибо.